Привет, друзья! И это второй ролик из серии, посвященный обзору карт. И в этом ролике мы будем рассматривать все карты у нас стоимостью 2 маны. Но прежде чем мы приступим, я вас приглашаю подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании к данному ролику, чтобы быть в курсе всех новостей. Ну и сразу, прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что это мое личное мнение. Я его никому не навязываю, и это как бы мое отношение к тем или иным картам. Нравятся они мне или не нравятся. Карта может быть очень там нереально сильная. Кто-то там с ней может там играть, постоянно побеждать, но она просто мне не нравится. Я просто высказываю свое мнение и просто как бы эту карту, допустим, откладываю куда-то там подальше. Но несмотря на то, что она может быть действительно какой-то сильной и интересной. От этого будет интереснее вам сравнить ваше мнение с моим мнением. Может быть, вы со мной согласитесь, может быть, нет. И как-то придем к какому-то общему знаменателю. Вот. И это у нас карты второй серии, друзья. Ой, точно говорю, карты с темностью две маны. И давайте обо всем начнем по порядку. И первая у нас карта это кинжал. Перемещаясь в локацию, получают плюс трик силы за каждую вражескую карту. Там в перемещении must have. Офигенная, сильная карта, которая у нас участвует в метовом перемещении. Но, к сожалению, у меня для метового перемещения не хватает двух карт. Вот. Одна четвертая, одна пятая серия. Это у нас призрак. И... Как там ее, как там ее, как там ее? Это, кстати, карты за единички. Да, арана и... Ихо Спайдер, да. Паук-призрак. Этих двух карт у меня нету, поэтому я не играю топовое метовое перемещение. Но данная карта бы там идеально вписалась. И все-таки эта карта, у меня к ней больше положительные такие. Как бы сказать, положительное мнение у меня. Не, да, выше, чем нейтральное. Вот, как-то так, да. Нелюбимая, не скажу, что прямо любимая карта. Ну, вот, выше среднего. Хавок, друзья. И вот этот гражданин, конечно, спорный. Я его пробовал играть в колоде со зверем, но у меня как бы нету к нему каких-то там положительных и отрицательных чувств. Карта интересная. Но мне кажется, что довольно-таки сложно. С ней довольно-таки сложно играть, сложно ее реализовать. Поэтому я ее отношу все-таки к нейтральным. Таким вот, к нейтральной середине. Ни хорошее, ни какие-то плохие ощущения от этой карты. Просто нейтральное. Морбиус. В целом, положительное отношение. Ой. Ну, положительное отношение, да. Мое к данной карте. Она мне нравится даже больше, чем Даггер. Просто потому, что я с ней намного чаще играл. И это у нас карта, которая есть там практически в начале игры, второй серии. Мастхев карты в любом дискарде. Поэтому данная карта у меня положительно только вызывает эмоции. Но не скажу, что я прямо ее отнес бы в топ каких-то карт за две маны. И вот, друзья, тена. На данный момент тена у меня вот среди всех карт, что мы сейчас вот говорили, вызывает наибольшие положительные эмоции. Я люблю эту карту. Да, колода с данной картой может быть не очень какие-то сильные, да. В частности, зависит от Китти Прайд. Прям очень сильно зависит от Китти Прайд. Зайдет, либо не зайдет. Но так как я говорю, что Китти Прайд это моя самая любимая карта за единицу маны, то вот они идут вместе. Рука об руку. Тена с Китти Прайд. Это как две лучшие подружки. Одна без другой. Просто как бы, ну, не, ну Китти Прайд еще может без тены существовать. Но тена без Китти Прайд практически нет. Поэтому пока что отнесем ее на первое место среди всех карт за две маны. И я думаю, она будет, будет в конце у нас где-то там высоко в топе. Я пока еще не могу сказать по остальным картам. Но пока что тена вот у меня вызывает наибольшие положительные эмоции от всех карт труссери. Баки Барнс. Не люблю карту, не играю ей. Карта под Дестрой, но в Дестрой я им не играю. Поэтому карта, не скажу, что плохая, но вот просто вот бесполезная, ненужная. В начале игры, может быть, да, в Дестрой там ее применяют. Но потом она просто теряет свою актуальность и становится просто бесполезной. Поэтому не скажу, что я ее не люблю, но просто нейтральные какие-то, нейтральные эмоции. Мадам Веб, друзья, прикольная карта, интересная. Я ее пробовал во многих колодах, не только в перемещении, как техническую карту. Вызывает положительные эмоции, но не настолько, как тена. Тену я прям люблю. Мадам Веб может быть даже, ну, сильнее, да, в какой-то степени. Но она вызывает у меня просто меньше положительных эмоций. Она у меня на одном месте с Морбиусом. Вот плюс-минус, как-то так. Пикси у меня нету, и я бы ее не хотел. Не хотел. Мне карта не нравится, мне с ней не хочется играть. Поэтому не скажу даже, что нейтральные. Даже ниже, чем нейтральные у меня к ней отношения. Вот просто вот я ее редко вижу в игре. Игроки тоже мало ей играют. Просто вот мне кажется, она как-то не очень. Ну, лично мое такое мнение. Токсин. Недавно получил его. Слушайте, вызывает положительные эмоции, но у меня нету просто для баунса топового, каких-то топовых карт. Плюс токсин в перемещении тоже у нас играется. Но у меня тоже нету вот для перемещения топовых двух карт. Поэтому ими я практически не играю. Но эмоции у меня к нему положительные. Примерно вот как к Морбиусу и Мадам Веб. Вот примерно на одной строчке они стоят. Карнаж. Положительные эмоции. Мастхев карта в Дестрое. Поэтому я ее поставлю вот на одно место с Морбиусом. Ослепительная. Плюс два за каждую заполненную локу. Мастхев в колодах с Альтроном. Не скажу, что прям как к Морбиусу отношения. Ну, примерно как к Хавку, да. Вот такой вот. Ну, такой средненький, да. Средненький. Нейтральный больше. Форж. Играется довольно во многих колодах. В частности, с Себастьяном каким-нибудь. Допустим, с Симбиотом. Еще с кем-то. Ну, у меня к нему нейтральные все-таки отношения. Примерно вот как к Хавку. Гуся. Не люблю, не играю в данной карте. Не знаю почему. Но, в принципе, я не скажу, что прям я сильно не люблю эту карту. Нейтральные отношения. Скорее, все как к Хавку. Хазмат. Это, кстати, карта последняя, карта третьей серии, которую я выбил. Да, то есть она вот прям до конца сидела. Не хотела мне выходить. Вы знаете, ну, я как-то хотел его раньше. Но сейчас все-таки Хазмат плюс Вонг, плюс Один. Вся эта движуха не очень, мне кажется, эффективная. Потому что это легко очень контролится. Поэтому я им даже практически не играл. В этом нейтральное, скорее всего, отношение, как к Хавку. Локи очень хочу Коришему. Я даже думал потратить 6000 жетонов на него. Но не скажу, что прям как Тена я бы его там отнес бы на самые высокие позиции. Но мне кажется, что эта карта прям очень хорошо бы вписалась в мою коллекцию. И, пожалуй, я ее отнесу довольно-таки высоко. Он одну строчку с Морбиусом, с Мадам Вепп и Токсином, да. То есть Карнажа, да. Ой, ну и Карнаж тоже на этих позициях примерно. И Локи тоже туда же. Где-то там не топ, но вот где-то там под топом. Данным гражданином ни разу не играл. Не люблю, когда против него играю. Это надо вот именно колода, которая дает тебе баф для карты. Не помню, как она называется. Не Хавка, там вторая. Которая именно от руки твоего соперника зависит. Ронан, 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 Вау вспомнил. Не играл на этой колоде, поэтому мне эта карта прям вообще не нравится. Мне к ней даже негативные эмоции. Пожалуй, это самая моя, на данный момент то, что мы рассматриваем, самая нелюбимая моя карта. Вот из всех двоек, что мы рассматривали. Медуза. В начале игры, может быть, кто-то ей играл. Но карта прям такая посредственная-посредственная. И я ее отнесу, пожалуй, в нейтральный. Да, куда-то к Хавку туда же. Мираж. Ни разу не играл с этой картой. Хоть это карта третьей серии. Ни разу не играл. Но каких-то негативных эмоций сильно к ней не испытываю. Как к Хавку нейтральные. Мистер Смистер. Пробовал в Требр 2 его играть. Но так особо тоже он нигде у меня не применялся. Поэтому нейтральные отношения, как к Хавку. Моя. Не люблю эту карту. Не играю ей. Но отношения такие нейтральные. Нейтральные. Псайлок. Классная карта. Много где ее использовал. И использую. Ставлю ее на одну строчку. Вот вместе с Моргусом, Токсином, Мадам Веб. Вот примерно где-то там. Равона. Точно так же, как и Псайлок. Классная, прикольная карта. Используется. Во многих колодах здесь карты, допустим, с нулем силы. Там 0-1. Вот. Отношу, да, вместе с Псайлок, Моргусом. Вот. В ту компанию. Не топ-1. Но вот сразу за топ-1. Скорпион. Скорпион прикольная карта. Используется в некоторых колодах. Но я бы ее поднес бы, наверное, все-таки к нейтральным. К Хавку. Где-то туда. Стар Ролд. Спортивник разыграл карту на полу плюс 4 к силе. Никогда им не играл. Это рандомная карта. Это такое недо... Не до енота, да. Но енот у нас за одну манну. Этот за две манны. Бесполезный. Ну, не скажу, что прям негативно к нему отношусь. Да, вот как к мастер-молду. Ну, ладно, пусть будет в нейтральных. Коллектор люблю. Классная карта. Интересная. Нравится. Компанию к токсину, карнажу. Вон туда его. Вайтвиндов у меня нет. И до нерфа я ее хотел. После нерфа уже не хочу. Поэтому, как бы, особо она и не нужна сейчас. Росомаха мастхэв в любом дестрое. Ну, нейтрально к ней отношусь. Не то, чтобы люблю сильно эту карту. Да, хорошая, прикольная, но отношусь нейтрально. Ангел. Типа для дестроя, но бесполезен. Поэтому отношу ее к нейтральным картам. Анжела. Вот вы даже, друзья, можете заметить. Те карты, что у меня прокачаны, вот с рамкой такой. Те, значит, одни из моих любимых карт. Вот Псайла, Кравона, Анжела, Карнаж, Морбус, Токсин, Мадам Веб. То есть все вот эти прокачанные карты, и я к ним хорошее отношение. Да, все такие непрокачанные. То, типа, ну, сразу видно, да, какие карты люблю, какие нет. Анжела тоже самое. Туда же, к Морбюсу, Карнажу, Псайлоку. Туда вот, высоко. Армор. Тут у Армора даже у меня рамка красная. Да, прикольная, интересная карта. Но, если честно, я бы не сказал бы, что я ее так сильно люблю, как, допустим, Морбюса, там, Карнажа, либо там Псайла какого-нибудь. Ну, и чуть выше, чем нейтральная. Да, что-то между Морбюсом и Хавка. Чуть выше, чем нейтральная, но ниже, чем вот прям под топом. Этого гражданина Барона вообще никогда не играл. Мне данная карта не нравится. Эмоции не то чтобы сильно негативные, но, как бы, ну, можно сказать, нейтральные. Но просто не использую эту карту и не люблю ее. Блэк Сван. Прикольная, классная карта. Я на ней даже как-то брал, как она мне только выпала. На начальных уровнях коллекции Infinity Rank, именно на Блэк Сване с единичками. Поэтому, да, люблю карту. Вот туда ее к Морбюсу и Карнажу. Кейбл. В коллекционере играл на нем. Прикольная карта, когда она у соперника ее не люблю, но когда она у меня ее люблю. Поэтому нейтральное отношение как к Хавку. Колосс с Неморой очень хорошо себя показывает. Его можно прокачать под Неморой. И соперник с ним ничего не может сделать. Не уничтожить, не ослабить, ничего. Но отношения нейтральные, несмотря на то, что рамка такая прокаченная. Сорви Голова. Играется сугубо с Галактусом. У меня отношения, скорее всего, нейтральные. Хотя карта действительно интересная и, возможно, где-то недооцененная. Доктор Стрэндж Маст Хэв в перемещении. Но я перемещением не играю, поэтому отношения, скажем, нейтральные к данной карте. Но перемещение играется. Домина не играю, не использую. Отношения нейтральные. Сокол. В Баунси Маст Хэв отношения, не скажу, чтобы прям под топ-1, но выше, чем нейтральные. Выше, чем нейтральные. Между теми, что под топ-1 и нейтральными где-то посерединке. Грандмастера у меня нету, да и не особо бы хотел бы его себе, поэтому отношения нейтральные. Бишопа хотел бы себе. И отношения у меня к данной карте. Не скажу, чтобы прям под топ-1. Вот между нейтральными и под топ-1. Что-то вот... Что-то такое средненькое. Халк Бустер нейтральные отношения. Его можно, в принципе, играть. И многие его играют под Дэдпула в Дестрое. Невидимка. Раньше как-то я ее больше любил, но в последнее время я не играю колодами с Модоком и Хэллой. То есть она у меня сугубо под это была. Очень легко она контролится. Отношения, скажем, пусть будут нейтральные. Джефф, рамка прокачена. Многие его хвалят. Карта пятой серии, но мне как-то не особо он, типа, нравится. Скоро всего, нейтральные у меня к нему отношения. Несмотря на то, что рамка прокачена. Так, Рэйвен. Маст хэв в перемещении, но перемещениями не играют, поэтому отношения нейтральные. То же самое, как и к множителю, да. Но как бы тут такое. Тут не во все перемещение его берут. В метовом перемещении его нет. Его берут там под Феникса куда-то. Ну, у меня как бы нейтральные к нему отношения. Точно то же самое и к Кокои у меня нейтральные отношения. К Дрожжи у меня нейтральные отношения. К Скарлетту у меня нейтральные. Этими картами вообще не играю, поэтому нейтральные отношения. А вот Крик я не люблю, друзья. Крик я не люблю. Ее как только ввели в игру, я как-то сразу себе сказал, я не буду выбивать. Я потрачу один ключ на Спотлайт. Выпадет так выпадет. Нет, так нет. Мне она не выпала. И когда я играю против нее, и у меня колода без люка кетч, то я прям сильно бешусь. Прям ее прям не люблю, потому что там колода основана на том, что перемещает мои карты. И меня это просто дико бесит. Я эту карту прям не люблю. Вот негативные у меня к ней отношения. Карта действительно сильная, классная, крутая. Может быть, если бы она у меня была, я бы ей играл, я бы ее любил. Но так как у меня ее нет, то я ее не люблю. Хотел бы или нет? Ну, хотел бы, наверное, да, себе в колоду. Но не так, чтобы прям сильно. Но карта действительно сильная. Прям сходу влетела в мету. Есть основополагающая архетипа. Поэтому карта действительно классная, крутая. Если у кого нет, всем советую. Но у меня ее нет. И отношения нейтральные. Пусть будет нейтральные. Но не люблю против нее играть. Страж нейтральное отношение. Как бы в Церебрь 3, наверное, только я его использовал. Да и все. Шадоу Кинг. Обожаю эту карту. Слушайте, и тут у меня даже вопрос. Тена либо Шадоу Кинг у нас на первом месте. Ну, Шадоу Кинг это One Love на самом деле. Как и Тена. Плюс он третья серия. Он есть у всех. И Шадоу Кинг не раз меня выручал. И прям карта, которая во многих колодах прям впишется идеально. И она очень универсальная. Если Тена сугубо под одну колоду там с Китти Прайд, то Шадоу Кинг в каждой колоде может найти свое место. И, пожалуй, поэтому я его все-таки ему отдам первое место на данный момент. Тене второе. Вот. Потому что, ну, он более универсальный. Шокер у меня нейтральное отношение. К Сварму нейтральное отношение. И с Агент Хочу Себе. И у меня к нему отношение, пожалуй, положительное. Такое вот, как к Карнажу, Морбиусу и к этим всем картам. Не топ. Не топ-2, да, уже на данный момент. Но где-то там высоко. Валентина. У меня нейтральное отношение к ней. Агент Веном, друзья. Агент Веном это не топ-3. Но это вот к Морбиусу, Токсину, Карнажу. И вот туда его. Да, там близко к топу, но не топ. Плащ у меня нейтральное отношение. К Олин Винг нейтральное отношение. Мистерию, да, там сейчас у меня играется где-то что-то. Но все-таки нейтральное отношение. Хотя раньше его не любил. Да. Но сейчас под Бастом, под Веномом он как-то заиграл. Но особо так мне не нравится. Ящер. Люблю ящера на самом деле. Но нейтральное отношение ему дам. И вот, друзья, Шелк. И вот, друзья, Шелк. Не люблю эту карту. Не люблю эту карту. И отношение ниже, чем нейтральное у меня к ней. Несмотря на то, что она у меня есть. Где-то пробовал ее заиграть. Но очень часто руинит. Очень часто руинит. Потому что скотчет не туда, где нужно. Пятерочка за две маны. Но не нравится мне. И, пожалуй, я ее поставлю на одно место среди моих нелюбимых карт. Вместе с Мастером Молдом. За две маны. Ну и Максимус играет, собственно, в контрольной серии. Прикольная, интересная карта. Но очень узкая. И, в принципе, нейтральное у меня к ней отношение. Ну и что, друзья? И что мы имеем в сухом остатке? Спросите вы меня. Я вам отвечу. Тена с Шадоу Кингом это топ-2. Шадоу Кинг топ-1. То есть на первом месте. Тена у нас на втором месте. Среди всех моих любимых карт за две маны. Сразу под ними. Я уже не буду там распределять по местам. Но в одной такой кипе у нас располагается Морбиус. Токсин. Карнаж. Псайла Кравона. Коллектор. Анджела. Что бы я еще к ним туда отнес? Что бы я еще к ним туда отнес? Да, и Агент Веном. Да, и Агент Веном еще туда к ним. Вот. Это карты, которые типа не дошли до топ-2. Но вот где-то там. И самые нелюбимые мои две карты. Это Мастер Молт. И Шелк. Вот такой вот, друзья, у нас получился обзор. Карта за две маны. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал. Всем спасибо. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.